Добрый вечер и благословенного субботнего дня всем тем, кто сегодня сделал правильный выбор. Мы всегда стоим перед выбором. Каждый божий день мы утром думаем встать, не встать, сейчас или чуть позже, что одеть, что поесть, куда пойти, как расставить приоритеты, что сделать первое, второе, что может подождать. Каждый раз, когда я получаю имейл, я утром открываю, у меня там много, десятка. Я сразу сортирую, что главное, что второстепенное. Так я думаю, что у каждого из нас есть что-то подобное в жизни. В любом деле, сказал Игорь Васильевич Курчатов, в любом деле важно определить приоритеты. Иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет все силы и не даст дойти до главного. Так вот, сегодня я хотел бы с вами вместе порассуждать на тему приоритеты жизни. Что главное и что второстепенное. Ни один успешный человек не смог бы достиг того, чего он достиг, без систематического плана и твердого желания придерживаться того плана, который выработал он. Мы живем во времена, когда все одержимы своей внешностью. Наш внешний вид постоянно оценивает кто-то со стороны. Но надо помнить, что всегда в приоритете должен быть наш внутренний мир, но не та оболочка, которая нас, в общем-то, называется тело наше. Но, к сожалению, сегодня приоритеты смещены. Мы уделяем больше времени того, как мы выглядим снаружи, чем то, как мы выглядим внутри. Кто-то сказал такую, на мой взгляд, довольно интересную мысль. Мы покупаем вещи, которые нам не нужны за деньги, которые у нас нет, чтобы произвести впечатление на людей, которые нам не нравятся. Вот это где-то примерно отражает современную мировоззрение, современную философию. Многое есть важного, многое есть второстепенное, но Шерлок Холмс однажды сказал, удивительно, как пожар раскрывает наши приоритеты. Мысль понятна? То есть, как пожар раскрывает наши приоритеты. То есть, что мы берем, что оставляем, доля секунды мы, в общем-то, принимаем решение. Вообще, вопрос очень простой и в то же самое весьма сложный. Наше предназначение. В чем наша миссия здесь? Неужели мы просто так пришли, чтобы родиться в этот мир, пройти какое-то время, вырасти, оставить, жениться, выйти замуж, оставить потомство и потом умереть? Это очень мало. Это доля из же удел животного мира, птиц, рептилий. У человека гораздо более возвышенное предназначение. Жизнь станет более значимой и наполненной смыслом, если мы просто поймем, что мы здесь для определенной миссии. И наше существование здесь не случайно. Мы являемся частью Божьего генерального плана. И будучи представителем Божьим здесь на земле, в этом является наша миссия. Вот именно в этом нашем. Быть представителем Бога здесь на земле. Апостол Павел говорит, что вы письмо, читаемое всеми людьми. Ну, для того, чтобы у нас не создавалось неправильное представление о нас самих, Иисус Христос сделал такую, ну не ремарк, а сделал довольно такое серьезное заявление. Иоанна 15, 16. Иван говорит Иоанна, голова 15, стих 16. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца, воима мое Он дал вам. Ну, мы говорим, я выбрал эту церковь, я сделал вот то-то и то-то решение. Господь определил это для нас, от нас требовалось наше согласие на то, что уже Господь сделал для нас. Это немножко другая тема, мы сейчас не будем на этом останавливаться много. То есть, Бог избрал нас. Когда Бог создал птицу для полета, Он наделил ее крыльями, чтобы она летала. Когда Бог призывает нас выполнить определенное задание, Он дает нам силы. Наши полномочия и освящение исходят от Бога. Нам не нужно какого-либо официального обряда, рукоположения, чтобы начать рассказывать об Иисусе нашим друзьям, соседям. Когда вы становитесь христианином, или когда вы стали христианином, я так, наверное, скажу лучше будет, вы стали миссионером для Бога, чтобы делиться этой любовью с людьми, с кем вы общаетесь. Никогда не поздно установить правильные цели. Даже если, возможно, до сегодняшнего дня у вас не все получалось. Вы брали на себя обязательства, которые вы не сумели выполнить, и вы злились сами на себя, возможно. Такое бывает тоже. Казалось бы, просто, да вот матушка лень не дает, или еще какие-то обстоятельства вмешиваются в нашу жизнь. Поэтому главное – сохранить главное. Вот, может, немножко такое словоблудие, но главное – сохрани главное. Важные действия имеют результаты, которые приводят к достижению нашей цели. Есть два момента занятия в этой жизни. Есть срочные дела, второстепенные, и есть главные. Так вот, срочные действуют, требуют немедленного внимания, часто связанные с достижением чужих целей. Вам срочно позвонили, сказали, помоги, отвези, принеси, сделай, дай, займи и так далее. Но есть главные, которые вы выстраиваете для себя, и важно, чтобы мы не сбились с них. Хотя, я повторяю, что срочные, или же второстепенные, они довольно здорово отвлекают нас от главного. Срочными действиями часто являются те, на которых мы концентрируемся. И они требуют внимания, потому что последствия отказа от них являются, как бы дают немедленные результаты. И еще раз повторяю, что одна из главных проблем нашей жизни является проблема приоритетов. Так что, очень важно, то, что важно для нас, определяет то, что мы делаем, и даже как мы это делаем. Оно определяет, кто важен в нашей жизни, и что будет, и сколько времени мы уделяем, что мы вкладываем в это. Некоторые люди инстинктивно знают свои, как бы, приоритеты. Например, здесь, в Нью-Мексике, в 1978 году была заметка в местной газете. Примерно так звучит, я попытаюсь на русском сказать ее. Фермер, 160 акров орошаемой земли, ищет женщину, которая, ну, ищет замужество, да, жену, да, которая ищет мужа. Ну, который, marriage minded, я не знаю, как правильно сказать. Он также сказал, что женщина желательно, чтобы была с трактором, потому что у него много земли. И он говорит, когда вы будете присылать ответ, пожалуйста, прикрепите фотографию трактора. Так какой у него приоритет, какая у него главная цель? То он бы не против жениться, но главное, чтобы была с трактором. Ну, у него земля уже была, у него не было трактора. Он хотел жениться и попутно решить, или наоборот, как там он. То есть, очень важно, что мы делаем. Я хочу прочесть несколько бляси текстов, которые помогут нам понять на высказаниях людей великих своего времени, всего времени, как Господь рассматривает это. Псалм 26, текст 4. Псалм 26, текст 4. Одного просил я у Господа, только того ищу. Сколько? Одного, чтобы пребывать в нем в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Сколько он просил? Одного. То есть, если будет это, то все остальное уже приложится. Мы об этом чуть позже поговорим. Филиппийцам, глава 3, текст 13, Павел говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Ну, по-английски немножко по-другому, по-английски я прочитаю для тех, кто знает язык. Брэдер, I count not myself to have apprehended, but these one things I do. То есть, ну одно, забывая заднее и простираюсь вперед. В жизни есть главное и неглавное, и мы тратим слишком много сил на неглавное. Часто это осознание приходит поздно. Я не считаю себя старым человеком, но и не молодым. Но даже оглядываясь назад из моих 57 лет, я замечаю, что есть вещи, которые можно было сделать по-другому. То есть, время растрачено пустую, не те вложения. То есть, есть вещи, которые можно было сделать иначе. История, которую я хотел сегодня поделиться и порассуждать над ней, записана в Луки 10, 10 глава. В общем, не только 41, много других текстов мы будем читать. Луки 10 глава, говорится, повествуется о семье. Было две сестры и брат. И Иисус был их другом. Помните, да? Марта, Мария и Лазарь. И вот в 41 тексте Иисус сказал ей. Иисус же сказал ей в ответ. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Недавно, буквально пару недель назад, я просто был свидетелем, участником, здесь читали потрясающие молитвенные чтения. И одно из них, последнее, кстати, предпоследнее было о пророках и том, как важно Эллен Уайт, какую важную роль она играет в жизни адвентистов, адвентистского движения. И вот книга «Желание веков», страница 525, параграф 1, говорится о том, что когда Христос преподавал свои чудные уроки, Мария, самая благовейная и преданная слушательница, сидела у его ног. А даже Марфа, занятая приготовлением еды, подошла к Христу и сказала, «Господи, или Тебе нет нужды? Нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне». Это случилось, когда Христос первый раз пришел в Вифанию. Спасители и его ученики только что проделали утомительный путь пешком из Ерихона. Марфа заботилась об их удобствах и в своих хлопотах забыла об учтивости, которую нужно было проявить Господу. Иисус мягко и терпеливо сказал ей, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую честь, которая не отнимется у нее. Мария обогащала свою душу драгоценными наставлениями Спасителя, которые были для нее ценнее самых дорогостоящих сокровищ земли. Вот приходя сюда по пятницам, у меня нет других возможностей, я смотрю, что в основном почти одни и те же люди. А я знаю точно, что в субботу больше здесь людей. То есть люди у разного, у каждого человека свои планы или свои приоритеты или возможности. Ну, поэтому пусть Господь благословит тех, кто делает усилия, потому что они всегда вознаграждаются. Читая далее, «Одно только нужно означало посвященность, большее стремление узнать о будущем, о вечной жизни, о добродетелях, необходимых для духовного роста. Марфе нужно было меньше заботиться о тленном и больше о том, что вечно. Иисус хотел научить своих детей не упускать ни единой возможности, а приобретать знания, которые умудрят их ко спасению». Все это важно. Нам нужны Марфы, не так ли? Иначе мы бы остались без обеда, возможно, в субботу после служения. Обязательно нужны Марфы. Но далее, «Ну, пусть они сначала посидят вместе с Марией у ног Иисуса». Я не знаю, как у вас, но я знаю, в некоторых церквях, некоторые сестры оставляют служение и идут на кухню уже там заботиться о пищетленной. Так вот, да, это такой оправдательный момент. Но тут написано, что, потому что так как мы в церкви, вот здесь вот, это совсем по-другому. Дух Святой действительно наполняет наше сердце и пониманием. Так вот, пусть старательность, предприимчивость и деловитость будут освящены благодатью Христа. В этом случае человек станет по-доброму влиять на окружающих. Вопрос, что означает благую вес, которая не отнимется у нее? Вот однажды Иисус в 8 главе Евангелия от Луки, там Он говорил о семени, которая упала на разную почву, говорил о свече, которая не ставится под сосудом на посвечник. И вот 18 текст говорит, итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому данно будет, и кто не имеет, у того отнимется, и тот, что он думает, имеет. Друзья мои, давайте будем очень просто смотреть на вещи, довольно откровенно. Когда мы пытаемся совместить два вместе, есть вещи, которые несовместимы. Вот 6 глава Матфея, 24 текст, Иисус говорит, что не можете служить двум господам, либо одного будете любить, а другому не родить, либо наоборот. Так вот, история, которая записана в Евангелии от Луки, 12 главе, говорит о том, что был один человек, богатый фермер, и однажды у него родился урожай на слабо. И он, бедный, не знал, что сделать, и решил, что я сломаю старые амбары, снесу, построю новые, засыплю туда это все и скажу, ешь, пей, душа, на многие годы у тебя богатство. И вот Господь что ему отвечает, покойся, ешь, пей, веселись, так, в 19 тексте, мы читаем Луки, 12 глава, 19-20 текст. Но Бог сказал ему, кто сказал? Бог сказал. Бог сказал ему и говорит мне и вам сегодня так же. Всю ночь душу твою возьмут от тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, они в Боге богатеют. Вообще эта метафора очень такая близко нам и понятна, потому что мы видим очень много катастроф на хайвеях, люди теряют жизнь вот так в секунду, в несколько секунд. Очень важно, как мы придем к концу своей жизни. Не сложно умереть, это миг, возможно, но сложнее или страшнее, наверное, будет так сказать, в какое воскресенье мы будем воскрешены, это главный вопрос должен оставаться. Так вот, на тему из Луки, 12, иногда определенный момент в нашей жизни меняет наши приоритеты. Например, вот для моего брата прошлое воскресенье было решающим, сейчас он поменял приоритеты полностью. То есть лыжи отпадают, там физический труд отпадает. Я его пригласил поехать завтра в Сакраменто, маму проведать еще. У меня там есть какие-то вопросы, он говорит, а что же мне еще делать? То есть, конечно, поеду. Я просто говорю это на его примере. Но у каждого в жизни нашей, у нас есть что-то подобное. Один киногерой однажды сказал, стоит разок умереть, и приоритеты тут же меняются, если кто смотрел фильм. Поэтому, Луки, 12, 33, говорит следующее, Иисус, продайте все, что у вас есть, и отдайте эти деньги бедным. Стремитесь к богатствам непроходящим, сокровищу неисчерпаемому на небесах, где ни вор не может подобраться к нему, ни тлен не может его погубить. Немножко другой перевод, для того, чтобы более, мне кажется, понятнее здесь на русском языке даже. Я не говорю, чтобы мы все сложили руки, подали на SSI, там, или какие-то там еще есть службы, где бесплатно раздают купоны или что-то. Вопрос не об этом. Но все-таки наши приоритеты должны быть правильными. Я, по-моему, уже говорил, и вы, наверное, много раз слышали о том, что один профессор провел такой эксперимент у себя в классе, когда он взял такую большую галлон джар, такую стеклянную банку прозрачную, и заполнил его такими вот где-то как теннисный шар, камнями такими крупными, наполнил его так, доверху, встряхнул и спросил студентов в классе. Полное! Все двумя руками и громким голосом, конечно, полное! Пытались запихнуть еще, не получается. Тогда он берет и достает с под стола песок, засыпает его, песок просыпается между камнями и делает эту бутыль полной, действительно. Полное! Ну, конечно, без вариантов здесь. Тогда он берет воду и заливает еще воды сверху, и опять спрашивает, полное? Все молчат. Так вот, приоритеты нашей жизни складываются по этому же принципу. Главное должно быть то, что главное. Господь, семья, церковь и все остальное понисходящее. Если только мы поменяем это местами, все будет трата времени, и в конце мы оглянемся и будем сожалеть о том, что сделано. Вопрос остается, готовы ли мы ответить на вызов времени, в котором мы живем. Наши цели не могут быть достигнуты, если мы только их напишем на бумаге. Мы должны к этому прилагать усилия. И сегодня время для того, чтобы мы могли действительно измениться. Почему сегодня я говорю об этом? Когда мне было предложено говорить, я молился Господу и спрашивал, что все-таки, о чем сегодня можно говорить в первую субботу Нового года. И на мой взгляд, это очень правильно расставит приоритеты наступающего года, или наступившего, в правильном порядке. И тогда весь год пройдет с Господом, который сказал, ищите прежде Царство Божье и Его правды. Все остальное приложится, когда есть главное, все остальное приложится. Потому что если вы продолжаете делать то, что вы делали в прошлом, позапрошлом, то вы получите то же самое. Мы должны остановиться, оглянуть назад и поменять, посмотреть, что же все-таки было сделано не так. Почему я до сих пор здесь? Ведь я уже должен быть гораздо дальше. Есть многие люди, я знаю, что многие из вас пытаются учить английский, пытаются освоить какую-то профессию, специальность, еще что-то пытаются, сделать ремонтом, я не знаю. Но все это натыкается на какую-то стену и разрушается. Если мы заглянем глубже в себя, в старость, я не знаю, еще что-то, возраст вернее, это все это оговорки и ничего другого. Скорее всего, все-таки нет желания. У меня тоже есть своя проблема. Я как-то сказал себе еще несколько лет назад, я выучу испанский. Ну и вот я начал, как бы, да. Но и воз, и ныне там. Поэтому я уже боюсь делать каких-то там резолюций или обещаний на следующий год. Я просто сказал, Господи, дай мне силы, чтобы я мог осуществлять этого. Возвращаемся к книге Филиппийцам, глава 3, стих 12, где говорит, «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус». И один из моих любимых текстов в Библии, их много, но это один из них. «Братья, я не почитаю себя достигшим, говорит Павел, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Если мы основываем наше движение вперед на этом, тогда успех гарантируем, потому что Господь сам обещал нам это. Вот книга Эллен Уайт называется «Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа» на странице 98. Очень интересно вообще, начало она имеет. Вообще это вся «Нагорная проповедь Христа» с 5 по 7 главу Матфея, она примерно сравнивается как инаугурационная речь Иисуса Христа. Вот только-только он начал свою миссию, и вот он рассказал, какие главные вещи, какие приоритеты он видит для себя, и какие бы он хотел видеть в людях. И вот что написано здесь, на странице 98, параграф 2. «Народ, внимавший словам Спасителя, все еще надеялся, что услышит весть о восстановлении земного царства». Все же израильтяне надеялись, что он придет освободитель, и он этих римлян повыгоняет каким-то чудом, и мы снова станем самыми главными. Так вот, не случилось. «Народ, внимавший словам Спасителя, все еще надеялся, что услышит весть о восстановлении земного царства. В то время как Иисус открывал перед ними сокровище неба, многим не давал покоя тщеславный вопрос, насколько наша связь с ним улучшит наше положение в мире». Братья, это что-то звучит знакомо, нет? Вот я прихожу к этой цели, какая польза мне? Здесь раздают питание бесплатное, или может обед вкусный, может пообщаться, или может какую-то работу найти, и может квартиру кто-то предложит за недорого. Вот вопрос еще раз, насколько наша связь с ним улучшит наше положение в этом мире? Это очень неправильный вопрос. Оно, безусловно, как бонус, оно улучшит. Я не говорю, что нет, но это не самое главное. Иисус показал иудеям, что сосредотачивая все свои заботы над земном, они уподобляются язычникам, живущим, как будто нет Бога. который нежно заботится о своем творении. Однажды одна маленькая девочка, у него умер братик, и мать рыдала очень долго, много. И она спросила маму, где-то лет пять я был, наверное, говорит, мама, а что, Бог умер? Она говорит, как ты такой, как Бог может умереть? Бог не умрет, Бог не может, никогда не умирает, Бог не умрет. Ну тогда почему же ты плачешь? Так вот, часто наши проблемы, наши горе, наши слезы, из-за того, что мы не знаем нашего Господа. Из-за того, что мы не знаем нашего Господа. Мы иногда ставим Бога в такие рамки, в какую-то коробочку, и думаем, что Господь должен вот только так поступить. Нам кажется, что Бог должен через эту дверь войти. А может, через эту. А Он вообще может прийти сквозь потолок, стены, или вообще даже появиться в другом месте. Поэтому никогда не ограничивайте Бога. Он шел по волнам. Он появлялся там, где Его никак не ждали. Сегодня мы имеем того же Бога, который был во время Петра, Иоанна и других учеников. Продолжаем читать дальше. Иисус не освобождает нас от необходимости трудиться, но Он учит смотреть на Него, как на первого, последнего и высшего во всем. По-английски хорошо звучит. Первого, последнего и высшего во всем. Мы не должны начинать дело, листая перед собой цели, искать удовольствия, которые препятствовали бы проявлению в нашем характере и в нашей жизни правды Божьей. Все, что мы делаем, должно быть сделано от всего сердца, как для Господа. Живя на земле, постоянно открывая людям славу Божью, подчиняя своей воле, все воле Небесного Отца, Иисус возвеличил жизнь во всех ее проявлениях. Если мы следуем Его примеру, то можем быть уверены, что по Его обетованию нам приложится все необходимое для жизни. Бог не обещал сделать на всех миллионерами, богатыми людьми. Бог не обещал, даже по-английски говорится «God didn't promise to supply our greeds, but definitely our needs». То есть не обещал нашей жадности потворствовать, но обязательно минимум Он сказал, что Он позаботится. Бедность или богатство, болезнь или здоровье, простота или мудрость, все предусмотрено в обетовании Его благодати. Вот один такой текст из Экклезиаста 12 главы, даже два там есть, 13-14, он немножко колючий такой, но он как бы хороший, но в то же самое время напрягает нас. Экклезиаст 12 глава, 13-14 текст. «Выслушаем сущность всего». Есть много сказаний, но вот это суть, концентрация всего. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдаем, потому что в этом все для человека». Как бы все хорошо, да? Ну, 14-й, как бы немножко портит, 13-й. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Вопрос. Если дерево упало в лесу и никого нет рядом, издает ли это дерево какой-то звук? Безусловно. Если вы сделали что-то против воли Божьей, нет ни мужа, ни жены, ни пастора рядом, знает ли об этом Господь? Безусловно. Безусловно. Об этом говорит 14-й стих. «Тем не менее, как ясно из выше приведенных текстов, многие хотят избежать личной ответственности за нарушение Божьего закона и совершенных грехов, используя самые различные оправдания. Некоторые оправдывают свои грехи, восклицая. Я таков, как есть. Другие заявляют. Так меня воспитали. Третьи говорят. Я в таком стрессе сейчас. И сложные обстоятельства заставили меня уступить в этом. И дети используют это оправдание. Говорят, типа, дьявол вынудил меня это сделать. Ну, этот список можно продолжать долго. Но нет ни одного или никакого оправдания нашим грехам, потому что грех сделан, потому что мы выбрали этот путь. Есть такая книга, тоже написана компиляцией Эллен Уайт. «Знамение времени». Я не знаю, если она на русский. Я перевел просто с ним. Есть, да? Ну, что-то я не нашел в этом. Это страница 9 марта 1882 года. Ни один человек не может сослаться на свои обстоятельства, свое образование или свой темперамент, как на оправдание для того, чтобы жить в восстании против Бога. Грешник таков по своему собственному, осознанному выбору. Я молюсь Господу, чтобы Дух Святой сегодня коснулся сердца каждого из здесь присутствующих. Если вы знаете за собой хотя бы один из осознанных грехов, которые вы лелеете в своей жизни, пусть это будет последний день, когда вы, в общем-то, оправдываете себя в этом. Сегодня очень хороший день, когда, начиная год, мы можем прийти и оставить у Господа все, что мы имеем, все наши трудности, переживания. Понимая о том, что самому в одиночку справиться с дьяволом, с теми искушениями, которые он насылает на нас, это просто невозможно. Но, Евсианам 6, 12, Павел говорит, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы веков сего, против духов злобы поднебесной. Любая духовная вообще война или конфликт, он все равно приводит нас к плотскому. То есть вы не можете просто на уровне сознания воевать с грехом, он так в той или иной форме отражается на нашей физической жизни, земной жизни. Вот еще один такой цитата хорошая из Госпо-воркера, служителей Евангелия. «Многие из тех, кого Господь мог бы использовать, это говорит он, когда мы не полностью тебя посвящаем Господу, многие из тех, кого Бог мог бы использовать, не слышат Его голос среди других и не прислушиваются к Нему. Родные, друзья, старые привычки и связи оказывают у них столь сильное влияние, что Бог в состоянии дать этим людям лишь самые малые наставления, может сообщить им лишь самую маленькую толику своих намерений. И главное, Господь мог бы сделать для своих слуг куда больше, если бы они всецело посвятили себя Ему». Мое желание молитвы, чтобы сегодня мы посвятили себя Господу и те, кто еще этого не сделали. Если вы это сделали раньше, то сегодня хороший момент – перепосвятить себя. Потому что следующий персонаж, о котором бы хотелось говорить, был великий человек своего времени, не всех времен, это жизнь Давида, царя Давида, маленького пастуха, который пас овец в доме отца своего. И он, в общем-то, понимал, что его успех зависит от того, насколько он будет полностью посвящать себя Господу. Но прежде чем мы пойдем к Давиду, я хотел бы прочесть текст из Матфея 22, 36-й текст, по 40-й. Часто Иисуса искушали вопросами. И вот один из них был задан одним законником. «Какая наибольшая заповедь в законе?» На что Иисус сказал, 37-й текст, я читаю Матфея 22, 37. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобно ей, возлюби ближнюю, как самого себя». Так вот Давид, когда он подрастал, он всегда имел это в фокусе, он всегда это понимал, что в этом его залог успеха. 1 Царство 16, глава 13 текст говорит, что «И взял Самуил Рок с Елеем, и помазал его среди братьев его, и подчевал Дух Господень на Давиде, сто во дня и после». 1 Царство, глава 16, стих 13. Давид был успешен во всем, что он делал. Он знал Бога, и он пребывал с Ним. Он даже в своем молодом возрасте всегда полностью доверял Господу. Когда он пошел навстречу с Голиафом, это был, в общем-то, немалый вызов. 40 дней, 40 дней этот нечестивец, так Библия его называет, унижал народы израильские и оскорблял Бога Израилева. Я хочу еще момент такой сказать, что если у вас есть проблема в жизни, я думаю, что она у каждого, сносец, большая или маленькая, не думайте, что она как-то сама с собой рассосется, да? Может, немножко банально, то что я сейчас скажу, одна молодая девица была беременна, снося, вот ее уже везут в больницу, и она говорит, мама, а может, пронесет? Не пронесет. Так вот, возвращаясь к Давиду. Первая царств, 17 глава, 45 стих. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа, Саваофа, Бога воинств. Давид понимал, что, когда он ставит Господа первым или в список приоритетов, его связь с ним решает многое, решает все. В исходе 20 главе, буквально первая заповедь говорит, что я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома Ростова, да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Друзья мои, позже, когда Давид уже, мы знаем истории, когда он бегал от Саула, как Господь много раз спасал его, и это было Божье проведение в его жизни. Но в один раз, об этом написано уже во 2 царства, 11 главе, Давида увел женщину. Ну, с крыши своего дома, видать, дом был повыше. Это записано во 2 царства, 11 глава, со 2 по 4 текст. И Библия не имеет записи о том, что Давид спросил у Господа, что делать с Версавией. Самая большая проблема нашей, наши проблемы, приходят тогда ошибки, когда мы делаем что-то, то, что нам кажется оно правильно. Это другая тема. Библия говорит, однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле возле царского дома и увидел женщину, и послал, разведал, и привели к нему, и, в общем, история вам знакома. Я не хочу сейчас на этом концентрироваться, просто хочу показать разницу, когда молодой человек, уже молодой царь, мужчина потом полностью был посвящен Господу, и потом, когда он понадеялся на себя, что случилось, в его жизни произошла катастрофа, за которую он расплачивался до конца своих дней. Он и дети его. Семья была практически разрушена, не было мира никогда. С горечью мы осознаем, в нашей жизни происходит... Мы осознаем иногда, что мы делаем что-то в ущерб другому. Например, родители... Отец зарабатывает деньги, ущерб семье. Мама ходит на работу, и детей воспитывает, школа, няня или еще кто-то другой. Вот это как раз то, о чем мы сегодня говорим. Это неправильно расставленные приоритеты, потому что деньги, какие-то благополучия не могут заменить главного. Большинство из нас тратит слишком времени на то, что срочное, и не хватает времени на то, что важно. Если вам это интересно, я очень надеюсь, что это так, возьмите дома бумагу и сделайте список. Сделайте список главного, важного и второстепенного. И вы увидите, какой это второстепенный будет, длинный лист, длинный список, и его обязательно нужно изменить, чтобы он по-другому смотрелся. Иаков и Исаав. Это третья история, это последняя, о чем я сегодня хотел говорить. История этих двух братьев тоже нам хорошо знакома. Эти двое молодых людей, Иаков обманул Исаава, обманул отца, и на более 20 лет он убежал из дому. Исааву убежал, и более 20 лет он не возвращался. И вот здесь он возвращается. И Исаав, такая была очень эмоциональная встреча, они обнялись, поцеловались, плакали, воины, 400 воинов Исаава опешили, что происходит, они пришли воевать, а тут, в общем, все по-другому. И вот Исаав после этого на таком эмоциональном чувстве говорит, и сказал, поднимемся и пойдем, я пойду перед тобой. Иаков же сказал ему, я читаю в Бытие 33 глава с 12 по 14 текст. 13. И сказал Яков, господин мой знает, что дети нежны, а мелкий крупный скот у меня дойный. Если погнать его в один день, то он помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба, а я пойду медленно, как пойдет скот мой, который передо мною. И как пойдут дети, и приду к господину моему в сир. Дорогие отцы, те, кто меня слышит, у кого есть дети, внуки, это как раз для тех, кто выбирает правильный приоритет. Он говорит, я не могу, при всем том, отношения только наладились, только-только, ну казалось, почему не пойти с Исаавом и закрепить вот такой дружбой. Но при всем том, он говорит, у меня есть свой приоритет, я не могу оставить детей, потому что если я пойду быстро, скот пойдет, дети заболеют, устанут, я пойду так, как пойдут мои дети. Поэтому мой совет, не мой, а библейский, отцы, матери, идите так, как идет, как Господь ведет вас. Чтобы в конце истории вашей жизни вы могли сказать вместе с апостолом Павлом, Тимофеем, 2 Тимофея, 4 глава 7 текста и далее по 8. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, которую мне даст Господь, праведный судья в день и он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Пусть Господь благословит. У нас много есть, что говорить, но мне уже тут показывают, что я уже должен заканчивать, поэтому я хотел бы буквально несколько моментов еще. Опять же, 4 том «Связь для церкви», страница 84, очень такое колкая цитата. Я хотел бы, чтобы вы ее запомнили, если не запомнили, запишите, где она находится. 4 том «Связь для церкви», 84 страница, параграф 3. «Чтобы как-то откупиться от Бога, многие готовы принести любую жертву, кроме той, которую нам следует принести, и подчинить свою волю Божьей». Еще раз прочитаю. «Чтобы как-то откупиться от Бога, многие готовы принести любую жертву, кроме той, которую им следует принести, тире, подчинить свою волю воле Божьей». Родители покупают игрушки, много игрушек. Почему? Потому что у них нет времени проводить с детьми. Они включают телевизоры, айпады, что угодно, но только не самих себя. Часть людей Бог наделил способностями выше средних. Это глубокие мыслители, энергичные и основательные, но многие из них нацелены на достижение собственных корыстных целей и не думают о прославлении Бога. Некоторые из них видели свет истины, но только они возвышали себя и сделали Бога, не сделали Бога первым и последним и превосходящим во всем, то уклонились от библейской истины в скептицизм и безбожье. И завершая, вернусь назад, к чему мы начали. Псалмист говорит, Давид, «Одного я просил у Господа, только того ищу». Чего? «Чтобы пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его». Я хотел бы закончить чтением одного стихотворения. На мой взгляд, оно очень, кстати, отвечает, вот как раз, не то, что духу времени, а вот то, что мы проходим, через что мы проходим. И вот написала Ирина Самарина. Вы же слышали, читали. Молодая девушка, ну как, я так думаю, что молодая, восемьдесят первого года рождения. Называется «Сегодня Бог проснулся на рассвете». «Сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы прочитал, и людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, и место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперта дверца, то жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность. Вот беда. И Бог жалел, что сердце это скрыто. Любви хотел налить, но вот куда? И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Так Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшины и от души старался, им счастье в сердце бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать. И всех вокруг в утрате обвиняли, забыв в самих себе вину искать. Ведь если мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить, кувшин волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете. Огромный ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один без просьб в конверте. Благодарю за все тебя, мой Бог. Амин. Помолимся. Я приглашаю слониться тех, кто может. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа нашего Господа мы благодарны тебе за этот вечер, за то, что ты подарил нам новый день, новую субботу, новый год. Мы сожалеем, что мы огорчали тебя, растрачивая время, неправильно расставляя приоритеты, гоняя за тем, что не насыщая, за тем, что не вечное, что временное тремное. Не уделяя времени семье, детям, женам, мужьям, родителям. Будь милостей нам, Господи, прости нас за то, что мы уже не можем возвратить обратно и дай нам силы как правильно поступать сегодня, завтра и столько, сколько ты позволишь нам прожить на жизни. Господи, пусть Дух Святой руководит каждого и путеводит нами, чтобы мы не потерялись в этой жизни, обмануты дьяволом, чтобы мы не гонялись за пустотой, за ветром, за то, что не насыщает, мы всегда думали о высшем, о горном, чтобы мы всегда искали поездку и поездку и поездку. Вот в этой церкви приходящей сюда, поклоняющейся, будут люди, которые разочарованы, которые не потеряли надежду, которые разочаровались в людях, а может даже в себе в Боге разочаровались. Господи, как ты сейчас покажешь, что главное никогда не утратила силы, мы просто никуда смотрели, мы просто не перейдем шли. Будет ли руководство этой церкви, будет ли пожилых людей, которые нуждаются в помощи, будет ли молодых людей, будет ли наше будущее, потому что люди не смогут как церкви и не будущее, будет ли родители, которые воспитывают их, которые воспитывают страх и направлены их взор в себе. Господи, в себе, все, что просили, Господи, 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 Богу, Иисусу Христа, Аминь, Ищем, Иисусу Христа, Продолжение следует...